Ну что, ваше настроение поднялось, захотелось Нового года, запахло мандаринами, праздник, и хотелось бы это настроение поддержать замечательным приглашением. Сегодня у нас особый гость, это Менщикова Марина Ильевна, Березняковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимателей. Много добрых дел сделано для нашего предпринимательства, в том числе и мероприятие, которое сейчас проводит формула бизнеса в кафе «Дядя Ваня», также организовано и Мариной Ильевной. Ну вот все-таки в Новый год, что ждет наших предпринимателей? Какие у вас есть особые, может быть, предложения для них? Ну, в предстоящие дни, в декабре мы приглашаем наших жителей города, гостей жителей города на традиционную уже ярмарку, «Новогодний вернисаж», который состоится в ДК «Металлургов» 21-22 декабря, где жители смогут познакомиться с подарками, приобрести эти подарки, ну и создать праздничное настроение. Ну, замечательные возможности для предпринимателей, да, есть время, чтобы подготовиться, подать заявки. Так что, кто уже созрел и хочет, чтобы о нем узнали и о его услугах и товарах узнали в Березняках, нужно обратиться в муниципальный фонд поддержки развития предпринимательства. Напомните телефончик. Телефончик у нас 834-242-736-56. А Потемина 8, адрес улица Потемина 8, город Березняки. То есть можно принести заявочку? Там какая-то специальная форма? Ну, в принципе, мы можем заявочку принять и по телефону, вот, ну, либо по почте, либо придя к нам непосредственно. Все это обсудим. Насколько я знаю, это ведь не первая выставка «Новогодний вернисаж». Есть уже опыт. В прошлом году сколько участников выставки было? Ну, видите, мы в том году были ограничены местом. У нас где-то порядка, ну, более 30 участников было. Мы работали внутри помещения. А в этом году мы будем работать и на улице, и внутри. Так что я думаю, что участников будет много. Да, к Новому году все хотят закупиться подарками, и все хотят показать все, что было приготовлено, и выставить на продажу. То есть я тоже думаю, что... Ну, и новогодний стол, да, не будем забывать. Конечно. Рыба, мясо, все это можно будет приобрести на выставке-ярмарке. Тем более, если учесть, что в том году расширился круг участников. У нас очень много было приезжих участников, и Пермь, и, я не знаю, Екатеринбург, и с юга у нас откуда-то люди были, поэтому, да, будет интересно, приходите. А планируется какая-то программа, ну, для посетителей, или, может быть, детей, может быть, Дед Мороз будет, или ёлка, что-то, какие-то атрибуты праздника проходят? Ну, скорее всего, программа будет, да, все еще в разработках, наметках, но обычно у нас детская какая-то развлекательная программа для ребятишек возле ёлки с конкурсами, с какими-то аттракционами обязательно бывает. А в прошлом году, по-моему, социальных предпринимателей еще награждали на этой выставке, да, что-то было? Я помню, что, так, у нас Марина Владимировна была из Белой Пашни, приезжала, и, не помню, Красновишерск был или нет, да, ну, несколько, а, Татьяна Князева была, Андросова Татьяна с Красновишерска приезжали на награждение, да? Да, 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 да. А все-таки вот эта выставка, мне кажется, больше нацелена на подарки, да, чем на услуги? Ну, скорее всего, да, в основном-то представляют производители, ну, если, либо свои, так сказать, свои изделия, и ручная работа у нас тут была, и валеные игрушки, и сувениры, все, что угодно. Вот буквально на прошлой неделе у нас с вами прошла большая выставка-ярмарка Березняковская, и очень многие ходили, как раз спрашивали красивые валенки. У нас в этот раз приезжала только, по-моему, одна компания. Может быть, на вернисаж привезут нам что-то более разнообразное? Возможно, постараемся, пригласим, пока сказать трудно. А бывает такое, чтобы вам, ну, запросы были какие-то, вот, найдите нам вот такой товар или такого производителя, или, может быть, кто-то уже звонит и спрашивает, будут ли традиционные. Вот, например, в нашу торгово-промышленную палату очень часто перед ярмаркой звонят и спрашивают, а рыбу привезут. У вас есть что-то такое? У нас пока участники звонят, активно спрашивают точную дату, чтобы определиться, поучаствовать. Вот сейчас дата уже известна, поэтому будем работать, набирать людей. Я думаю, мы тоже подключимся к этому процессу активно. Конечно, будем рады, да. Вместе соберем замечательную выставку. Может быть, даже что-то подумаем и на праздничную программу, чтобы было интересно. Не только посетителям, да, чтобы могли прийти семьями, но и участники, которые выставились, что-то для них интересное придумаем. Да, возможно, мастер-классы какие-то будут, потому что в том году у нас и прически были, и сувениры какие-то новогодние изготавливали, и там что-то с конструкторами, ну, много было для ребятишек, поэтому, скорее всего. Замечательно. А сейчас, пожалуйста, у нас есть, мы впервые тестируем в Березняках Вин-Вин радио. Это интернет-радио на площадке Верхнекамской ТПП можно прослушать, и ссылку посмотреть в группе торгово-промышленной палаты. Для того, чтобы записать аудиовизитку, вы сейчас, пожалуйста, проговорите четко название организации, как вас зовут, кем вы там работаете, чем занимается организация и где ее можно найти, то есть телефон и адрес. Организация у нас называется Березняковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства. Мы находимся на Потемино-8, с торца здания, красная железная дверь. Вот, чем мы занимаемся? Мы оказываем содействие предпринимателям по всем вопросам ведения предпринимательской деятельности, тем, кто только планирует начать заниматься бизнесом, либо тем, кто уже ведет бизнес, отвечаем на все вопросы интересующие, проводим семинары, тренинги и попутно оказываем услуги, ну, бухгалтерского характера. Телефончик у нас 834-242-736-56. Есть группа ВКонтакте, поскольку мы еще работаем тесно от Пермского фонда поддержки предпринимательства. Ее группа ВКонтакте называется ЦПП «Город Березняки», Центр поддержки предпринимательства «Город Березняки». Меня зовут Меншикова Марина, я специалист фонда. Спасибо большое, было очень приятно с вами пообщаться. И вам спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Продолжение следует...